так скоро мы закончим разговор, а как себя только начали вот опять, значит я уже все лишнее убрал, и фотографии этого гнилых яблок, это не я, это порчество, что с яблоками, ответ, гниль плодов вызывает несколько грибковых заболеваний, надо браться за флаги цидные, противогрибковые препараты, и на фоне скудного, внимание, скудного питания, сделать хорошую осеннюю подкормку, никогда не кормите осенью, дайте дерево уснуть, ну вот надо же что-то показать своему уму, еще не все, самое страшное, обрезку разводить, то есть перед зимой, осенью, это дальше перед зимой, вот, а что мы видим, человек взял, поместил яблоко, яблоко насквозь гнилое, а гнилое яблоки бывают только на больных деревьях, сколько, тут правда не было самого дерева, тут только яблоко гнилое было, на фотографии, ну догадайтесь, что наверняка это дерево было все изувечено, не может здоровое дерево дать больные яблоки, вот, вот эти яблоки никому не мешают, и вдруг вот это вот, самое, как оно назвали, и вдруг гниль плодов вызывает несколько грибковых заболеваний, сколько уже будут алтыщить, и никто никогда мне не поверит, что никаких грибковых заболеваний нет, что оно сперва сгнить начало, оно потеряло защитную оболочку, вы же знаете, яблоко покрыто, не корой, а как уже назвать-то, оболочка у нее есть, на оболочке сверху есть это восковое, это, почему рекомендуют яблоки не брать голыми руками, снимая его, да, вот там в этих же перчатках матерчатых, почему, потому что воском покрыто, но если уж показали гнилое, воска нет, оболочка его, ну как, кожицы нет, сплошная гниль, это потом уже обязательно грибковые, грибы обязательно должны сожрать, это их роль в этом жизни, кто-то когда-то однажды придумает, как от грибков спастись по большому счету, а все грибы по всей планете соединены между собой, так, вот, и бактериальное оружие, когда придумают, и оно все пойдет по планете, вот, через несколько лет, мы все умрем, а они все за своем, за своем, вот это невежество, которое до сих пор, до сих пор существует, и на тысячи, вот этих тысячи, тысячи, нет, я нигде ни разу не встретил то, о чем говорю, не виноваты грибы, и нельзя делать обрезку, и хорошую осеннюю подкормку делать нельзя, и обрезку делать нельзя, но если бы это, я уже всегда начинаю волноваться, да, вот, если бы не вот это в случае, вот он сад, да, вот у меня, спасибо брату, посмотрите, какой он мне катал, сделал, как он называется, сайт, вот фотография, вы понимаете, что это все, без всяких этих, и никаких грибы, не могут мне его уничтожить, не могут, как же они уничтожить, они выполняют свою роль, вот сейчас они доедают эти фрукты, вот эти вот, вот сейчас они доедают их, вот, потому что они уже оказались лишними, вы представляете, что это такое, нет, вот, вот это я угощал, эту же группу, телевизионную, многое они сказали, не покажут, потому что не пропустят, их на сердце не пропустит то, что я говорю, это значит, нам ловить нечего, вы представляете, я же ничего не придумал, вот последний год-два, тут же даты есть, вот, вот, 21-22 год, вот это вот, осталось в это поверить, ну, как наших, дождаться наших там, что не сказал, на небе, наши уже на небо уходят, а там, в Москве до сих пор никто не знает правду, и вот этим вот обрезкой, осенней, уничтожим количество чистых, увеличим количество чистых дорог яблоков, как, ты же сейчас посоветовал их скалечить дерево, вот же, а это еще одно, это я, знаете, как сделал фотографию, она, я только включаю компьютер, посмотрите, как обрезать яблони после сбора урожая, вот, скажите, вот эта ветка чем помешала, чтобы вот здесь, в основании, пошел сюда мороз, ветка толстая, наверное, смою руку, вот такая страшная рана, где у него мозги? А зачем он и яблони после плодоношения, осенью взять вот это все поотрезать? А? А это уже в сотнях сайтов, все как нарочно, каждый сайт, который продает саженцы, обязательно, чтобы уничтожить, все купив саженцы, чтобы оно не дал ему вырасти, обязательно, это все на этих сайтах, справа сегдачника, четверть миллиона людей, знаете, для чего это? Мудрая мысль, смотрите, вот вы нормальный человек, любой из нас, я беру, ну, ветераны все знают, допустим, новички, да, ну, кто-то же первый раз смотрит, кто-то, может, пять раз все смотрит, кто-то, допустим, а раз в 20, через 20 посмотрел, 40 посмотрел, ну, то есть, системы нет, вот, а я сегодня настолько доверчивый, что вот он должен взять, это же было в интернете, взять тетрадку, ручку и начинать, так, первая подкормка, 4-5 ведра перегну, я куплю, так, пошло, поехало, 450 грамм на дерево, ух ты, мочевину, да, полкилограмма на дерево, мочевину куплю, и дальше, вот, а теперь представим себе, нормальный человек, раз, подкармливает, время идет, два, подкармливает, и все это покупает, смотрите, сколько покупает, внимание, три подкармливает, уже наливаются плоды, а как, подкормку, да, 4, так и пишет, четвертым, ну, что, зайдет, он на всех считает, что ли, коровы тут столько не кормят, после сбора урожая, пятая подкормка, ужас какой-то, а ведь люди доверчивы, а на каком году, сейчас скажут, да пошло оно все, нахрен мне это надо, я лучше отравленное куплю, ну, что думаете, это не травит, по этому самому, почву, это не портит плоды, это не портит дерево, вот это все, я не стал это все отпечатать, вот, вот это все, побежали птичьи помет собирать, когда мы, когда я, 3 покоса, когда дождливый год 4 покоса, все остается на месте, идет год за годом, десятилетия идут за десятилетиями, никаких этих самых, ничего этого нету, ни нитрофоски, ни гумата, ни сухого этого корма, не корма, а помета, ничего, ни мочевины, ничего, видели урожай, ну, хорошо, подкорми ты один раз весной, один раз, что-нибудь такое, перегной насыпь, просто насыпь, ну, так, чтобы я бы не делал, ну, залу с печки, пойти разбросай, и коси, и оставляй, думай, все это выгребать, а потом сжигать, научили, горят леса, а как, только тут, сжечь, собрать, сжечь, сгрести, сжечь, сжечь, отрезать, сжечь, отрезать, сжечь, а эти уничтожения муравейников, для меня это вообще дикость, в любом государстве, я говорю, как этот, кольцер это, несколько муравейников, из леса, перенес к себе, сразу прилетели штрафовать, несколько муравейников, перенес к себе, ну, скажем, из дикого леса, культурный, ну, а у нас уничтожает муравейник, вместо того, чтобы такой штраф выписать, ничего, никому ничего не надо, сжечь муравейник,